Олег Сологай, заместитель министра здравоохранения России, кандидат медицинских наук. Главный спикер форума «Поколение ЗОЖ» уверен, движение волонтеров-медиков занимает одну из лидерских позиций в системе общественного здоровья. Это миллионы часов волонтерской работы за время истории движения. Это тысячи и тысячи людей, которым непосредственно помогали волонтеры. Стартовой площадкой для Всероссийского форума не случайно выбрана Брянская область. Молодежь региона готова пополнить ряды медицинских кадров. Об этом говорит конкурс в недавно открывшейся в Брянске предуниверсарии Сеченовского меда. Медицина – это целый мир, и вот каждый в этом мире может найти что-то свое. Предуниверсарии позволяют как раз понять школьнику, понять будущему студенту, абитуриенту, насколько то или иное направление медицины для него кажется приемлемым. Конечно, такого рода классы очень полезны и полезны с точки зрения закрепления людей в регионе и с точки зрения закрепления людей в профессии. Главный принцип форума – живой диалог. Первый вопрос волонтерам к заместителю министра – как лично вы поддерживаете здоровый образ жизни? Олег Салагай отмечает, не стоит уповать на изнаряющие тренировки в спортзале. Залог успеха – ежедневных полезных привычков. Откажитесь от лифта, ходите пешком, начните ходить больше до работы, до учебы. Вот эти минимальные изменения в жизни, они дают большой эффект. Волонтеры не привыкли сидеть сложа руки. В зале 200 участников форума, у каждого десятки идей. Одна из актуальных проблем – как переубедить закоренелых курильщиков и поборников электронных сигарет. То, что в самом ВЭПе есть нагревательный элемент, который сделан из тяжелых металлов, и при курении которого эти тяжелые металлы могут попадать в легкие, например, в наш организм, могут там оседать их, вот это нужно уметь рассказывать, не запукивая, а, наверное, разъясняя. Спикеры форума убеждены, вкупе с правильно сформированной окружающей средой просветительская деятельность волонтеров может кардинально изменить ситуацию. Другую привычку приобрести всегда очень легко. Но, мне кажется, наша общая задача, чтобы в какой-то момент мы могли остановить того или иного человека от сигареты, от еще каких-то вещей. Поколение ЗОЖ расширяется, не признавая границ. Альмира Кегбаева – представитель так называемых «серебряных волонтеров». Всю жизнь проработала юристом, но детскую мечту стать целителем воплотила уже после выхода на пенсию, вступив в волонтерские ряды. В ее арсенале йога и дыхательные практики. Занимается с пожилыми людьми, но уверена, молодежь тоже нуждается в помощи. Через них я постоянно говорю, пожалуйста, занимайтесь своей семьей. Дети, молодые мамы, молодые папы, их дети, то есть внуки, потому что это самое слабое звено сегодня. Не пожилые, они жить хотят, они делают все, чтобы прожить еще, еще, еще. А молодые растрачивают многое. Главная задача участников форума – составить дорожную карту лучших идей и волонтерских практик. «У нас в Суворовском реализуется данная программа «Здоровый образ жизни». И сюда мы приехали вот именно за новинками, за новшеством». «У нас получается коллаборация таких идей тоже и проектов, которые мы в последующем тоже сможем все масштабировать и воплотить их по всей стране в принципе». По итогам форума можно сделать вывод – поколение ЗОЖ – это нечто большее, чем волонтерское движение. Это в первую очередь образ жизни, в приоритетах которого забота не только о себе и своем здоровье, сколько о будущем каждого из нас. Валерия Барносова, Владислав Пескунов. События. Брянск.